Всем привет! В прошлом видео я показал, как легко сделать папку-невидимку на рабочем столе. И многие захотели, чтобы я показал, как поставить пароль на любую папку в Windows без каких-либо программ. В общем, сегодня шифруемся по полной, создаем папку под паролем, а в ней папку-невидимку. Поехали! Для начала вам нужно будет скачать специальный архивчик, которым будет необходимый для создания скрытой папки на вашем рабочем столе файлик. Этот архивчик скачаете по ссылке в описании под этим видео, качается он с моего сайта. В архиве ничего опасного нету, можете сами проверить. Вот он этот архив, просто его запустите, в нем будет файлик восклицательный знак .cmd. Возьмите и распакуйте этот файлик на рабочий стол. Далее, чтобы задать будущий пароль для вашей папки, вам необходимо в этом файле изменить одно единственное значение. Нажимаем на этом файле правой кнопкой и нажимаем кнопочку изменить. Ну, как видите, здесь вы видите сразу весь код данного файлика, ничего опасного здесь нету, можете сами проверить, если разбираетесь. Ну, а те, кто не разбирается, смотрим и находим надпись, здесь пишем пароль. Так вот, вместо вот этой надписи вписываем тот пароль, который вы хотели бы поставить на вашу папку, которую вы в дальнейшем будете использовать. Ну, в моем случае я напишу что-нибудь простое, 1, 2, 3, 4, 5, допустим. Вот, вы же здесь пишете любой пароль, который вам нужен, если будете использовать буквы, то рекомендую использовать только англоязычные буквы, то есть на латинице. Ну, или же можете использовать просто цифры. Пароль должен быть обязательно слитно и в нем не должно быть каких-то хитрых знаков, типа восклицательного знака и так далее. То есть не используйте знаков, используйте только цифры, буквы. Все, на этом наш файлик готов к употреблению, просто нажимаем закрыть его и нажимаем кнопку сохранить. Далее, чтобы у вас создалась специальная скрытая папка, на которую у вас будет установлен пароль, нужно просто два раза кликнуть на данный файл. Кликаем и немножечко ждем. Обратите внимание, появилась вот такая вот пустая папка с восклицательным знаком. И сейчас вы ее видите и вы в эту папку можете уже закидывать какие-либо файлы. То есть, например, вот возьмем файл, перебросим, как видите, файл здесь находится в этой папке. Ну и теперь, чтобы эту папку скрыть, нужно еще раз нажать на данный файлик и вот здесь вот на клавиатуре нажать кнопку Yes и, соответственно, нажать Enter. На данный момент папочка сейчас исчезла и эту папку вы уже на своем рабочем столе не видите. Естественно, этот метод не идеален и если кто-то сильно захочет найти данную папку, он ее найти сможет. Но суть не в этом. Суть в том, что в этой папке, которая сейчас на данный момент скрылась и она стала под паролем, вы можете создать еще невидимую папку, о которой я говорил в прошлом видео. И тогда, даже если кто-то откроет данную папку и найдет ее, то он просто не поймет, что внутри нее есть скрытая папка, в которую он просто не заметит. Ну и чтобы эта папка появилась снова, нам нужно обратно нажать на этот файл и ввести тот пароль, который вы вписали в ваш файл. Соответственно, вводим пароль, нажимаем кнопочку Enter и сейчас наша папочка обратно появится. Как видите, папка появилась. Что мы делаем теперь? А теперь мы делаем большую хитрость. Заходим в данную папку и создаем здесь теперь уже скрытую папку, ту, которую я показывал в прошлом своем видео. Как это сделать? Очень просто. Создаем обычную папку. Вот она у нас папка. Чтобы у этой папки не было никакого названия, вы можете удалить вот эта вот новая папка, зажать кнопочку Alt и обязательно с правой стороны на клавиатуре на цифровой панели ввести комбинацию 0.1 или 60, 0.1.60 или Alt плюс 255. То есть ввести эти цифры на клавиатуре. Вот я их ввожу. И после того, как я их ввел, у нас папка перестала показывать какие-либо символы. То есть символов у папки нет. То есть точнее символ есть, но он прозрачный. И еще теперь нужно правой кнопкой нажать свойства папки, перейти в настройку, нажать кнопку сменить значок, здесь найти прозрачный значок и нажать кнопочку ОК. Применить ОК. Обратите внимание, папки уже не стало видно, но все равно внутри папки видно, что была создана такая-то папка, тип, размер и так далее. Вот это все вы можете легко убрать. Здесь вверху нажимаем правой кнопкой и убираем тип, убираем размер, убираем дату создания. Есть. Теперь, чтобы вот эта территория, где будет находиться наша папка, не так палилась, мы ее уменьшаем до минимума. Вот в таком вот виде. И теперь смотрим, что у нас получилось. У нас есть папка, которую вы в любой момент через вот этот файл можете скрыть. То есть, а в ней есть еще одна папка, но которую практически невозможно найти. То есть, ее можно найти только если вот навести именно сюда. То есть, скрытая папка, в которую вы можете поместить любые ваши файлы. Вот она, папка. Но вы здесь ее, если вот просто перейдете отсюда, вот так вот вы ее не увидите. То есть, даже если помахать мышкой, то вы эту папку просто не заметите. Соответственно, тот, кто будет искать какую-то папку на вашем рабочем столе, в ней будут храниться какие-то ваши файлы, которые вы не хотели бы полить остальным, тот просто не заметит, что здесь внутри вот этой скрытой папки есть еще одна скрытая папка. Так вот, что еще нужно сделать, чтобы обезопасить данную папку от того, чтобы ее никто найти не мог. Естественно, чтобы открывать данную папку и закрывать, мы используем вот этот файлик. И этот файлик, если он будет просто в тупую лежать на рабочем столе, то естественно любой может его открыть, а внутри в нем может посмотреть пароль. Поэтому, чтобы этот файлик у нас не полился нигде, мы провернем еще один фокус. Для начала вам нужно будет зайти на мой сайт, в раздел скачать и там в самом низу вы найдете винрар скачать. Скачиваете винрар, специальная программка, которая позволяет установить архиватор на ваш компьютер. После того, как он скачается, запустите вот это приложение и установите его себе на компьютер, если у вас нет винрара. Если у вас есть винрар, то вам это делать не надо. Дальше, чтобы вот этот файлик скрыть, то есть сначала давайте поставим защиту на папку, пишем yes, нажимаем ok, папка наша исчезает. Теперь нам нужно защитить этот файлик. Мы его просто выделяем, добавляем в архив, выбираем здесь zip, ставим установить пароль, выбираем какой-либо другой пароль, который мы не использовали в той папке. Вот так вот. Нажимаем ok и нажимаем ok. То есть, соответственно, у нас теперь, чтобы вот этот файл можно было запустить, он у нас должен находиться вот в этом архиве. Но в этом архиве вы его не сможете извлечь на рабочий стол, не введя пароль. То есть, в таком случае, даже имея этот файл в архивчике, никто не сможет без вашего пароля извлечь этот файл. А вы, естественно, в любой момент сможете извлечь данный файл, введя тот пароль, который вы установили на архив. И, естественно, вы уже сможете запустить открытие той папки, которую вы блокировали. Вот так вот. Вот она появилась, наша папочка. И вот она, внутри нее есть файлики, которые вы туда накидаете. Кроме того, это можно сделать не обязательно на рабочем столе. То есть, такую папку можно создать, в принципе, в любом месте. То есть, делать совершенно все то же самое. Надеюсь, это видео поможет вам заныкать ваши файлики. Надеюсь, что, наконец-то, теперь вы поняли, как легко на папку можно установить пароль. И как внутри этой скрытой папки сделать еще папку-невидимку. Ну, и не забывайте о том, что если понравилось видео, обязательно заходите на мой канал. Потому что на канале еще целая куча интересных видео, которые могут понравиться вам. А также эти видео могут помочь вашему компьютеру. И последние видео я уже делаю по андроиду. Естественно, если все это вам понравилось, помогло, не забывайте подписываться на канал и ставить мне лайки. Я буду очень-очень рад. Ну, а на этом всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok